здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая так одеваем очки на лоб на всякий случай значит и сегодняшняя тема это жимолость жимолость ягода она знаете она особенная а может знаете почему особенно еще всегда очень мало на кустах вот в чем причина я хочу вам рассказать как ее посадить и как за ней ухаживать на самом деле чтобы ягоды были и были сладкими вот с той замечательной горчинкой которой она обладает она удивительно просто на вкус посмотрите вот сегодня утром я напряглась как папа карло я посадила три куста жимолости они новенькие я долго выбирала место выбирая место надо понимать что все-таки на лесных опушках до жимолость она же прикрыта немножко деревьями этой кружевной тенью она не на палящем солнце но в некоторых местах на краю леса на краю леса причем с южной стороны растут огромные ну такие прям кустищи они уже и на кусты то не похоже они уже на деревья похоже жимолость лесная она конечно изумительно и утром выкопала три такие приличные лунки как вот тут отсыпано дробленкой я заправила все лунки заправила органикой это это у нас торф называется с песочком торф у нас не кислый потому что в лесу все-таки знаете хоть и считается верховой торф кислом на самом деле не совсем это так значит я выбрала торфа заправила его песком здесь есть перегной но это компост то есть это то что зеленая масса перепрела здесь есть горсть сульфата калия есть горсть не соврать бы амафоса и здесь есть и горчичный жмых да я все это перемешала закрыла почвой я так люблю делать 5 сантиметров потом поставила вынув из горшков и жималась и посадила ее вот посмотрите на нее она абсолютно здорово у нее чистые листики она приехала конечно из дома но вы сами понимаете погода у нас такая что очень долго пришлось ждать высадить все в грунт когда еще заморозки ночью но я не рискнула потому что ну я три раза это уже не выращу в этом году я очень берегу растения и сейчас пришла пора когда установилась более менее теплая погода все таки все таки я ее высадила но она с зелеными листьями учитывая что в природе жималась тоже уже с листьями значит высаживать уже можно уже страшного ничего с ней не должно случиться но есть еще одна беда которая может постигнуть нашу жимолость холод и заморозок это ужасно но солнечный ожог это еще ужаснее то есть побелеют листья и она все лето будет стоять вот такая несчастная причем когда листья побелеют ожог они же не работают то есть выгорели хлорофилловые клетки на листочке и все процесс остановился и я вам очень рекомендую если вы что-то высадили неважно помидоры это жимолость это или цветы там какие-то прикройте укрывным на пару дней и постарайтесь открыть вечером по открывайте когда солнышко уже села чтобы они привыкли к окружающей среде когда растут в теплице или дома рассада они же совсем по-другому воспринимают через стекла все что там у нас природе существует поэтому прикрыть обязательно значит жимолость надо поливать очень и очень часто она конечно не гортензия но тем не менее поливка ей показано иначе ягоды у нее будут очень горькими независимо от сорта крупного мелкого там среднего она будет горькая чем больше воды тем слаще запомнили я надеюсь что да смотрите что еще хочу сказать жимолость черенкуется очень просто вот сейчас как только на взрослых кустах созреет ягода и начнется первый сбор я каждый год это повторяю у меня уже язык болит начнется первый сбор пожалуйста снимите зеленые черенки то есть то что отросло в этом году снимите их с пяточкой удалите все листья кроме верхних двух и под 45 градусов найдите место где солнышко только с утра а потом тень пролейте как следует прикройте укрывным на неделю потом будете снимать через пару недель там будут корни и можете оставить эту жимолость до следующего года или ну как бы до в августе ее пересадить чтобы она успела приняться на новом месте вот и все что я хотела вам сегодня рассказать всего доброго вам и до свидания